Всем большой привет! С вами снова Александр. Сегодня я хочу рассказать вам о новинке от компании Oyster. Моделька называется Oyster 3. Это такой шаг от компании Oyster в премиум сегмент. И шаг такой достаточно уверенный, потому что они предложили коляску. Она достаточно дорогая, никто не спорит, но она немного дешевле своих прямых конкурентов. И дает в чем-то даже в некоторых моментах больше. И стоит немного дешевле, напомню. Поэтому это интересная колясочка. Будем смотреть сегодня с вами и изучать комплектации 2 в 1. Если вам интересен бренд, садитесь поудобнее и будем с вами ее изучать. Ну что, собственно, вот она колясочка Oyster 3. Это новиночка, достаточно интересная, как я уже говорил. Вот. Рассмотрим мы 2 в 1 комплектацию. Начнем с люльки. В двух словах сначала вам скажу технические характеристики. Более подробные я ссылочку на магазин 1 коляска добавлю в описание. Там более подробные характеристики. Цена, вес, миллиметры, сантиметры. Все это там есть. И напомню, в принципе, если вы колясочку закажете в первой коляске, в магазине, в первой половине дня, вам в этот же день привезут. Если к вас какие-то сомнения есть в выборе, вы можете заказать 2 коляски и вам привезут 2 коляски. Да, домой на выбор. Соответственно, вы дома уже определитесь и одну из них купите. Удобно? Удобно. Так что не упускайте возможность, воспользуйтесь этим предложением от первой коляски. Вот. Ну а так, в двух словах. Ну, естественно, коляска у нас с рождения, так как мы видим с вами люльку, и она до 5 лет. И 22 килограмма выдерживает максимальный вес ребенка. И у нас вес получается с люлькой 11,2, сидений 11,1 килограмма. То бишь, это вес обычной среднестатистической прогулки книжки. Ну, с резиновыми колесами, например. Поэтому это небольшая, нетяжеленная, очень даже удобная коляска. Так, начинаем с люльки изучения и непосредственно сверху вниз пойдем с козырька начнем. Что касается козыречка. Вот вы видите у нас размер козырька. Его увеличить в эту сторону нельзя. Он уже какой есть, такой есть. Для летнего времени года здесь есть у нас вот такая вот возможность отодвинуть, сделать, открыть сеточку и летом проветривать. Из недостатков бы, что я отметил, здесь сверху есть ручка для транспортировки. Но у нее уж слишком какой-то большой вырез и много открытого получается пространства. И нет дополнительной никакой шторочки. Ее можно, в принципе, докупить отдельно, есть универсальные. Но штатной ее нет. Вот такой маленький недочет в зимнее время года. Кому-то может показаться это недостатком. Ну, и прекрасно можно и так использовать. Это на эти придирки в большей степени. Вот. Что касается люльки, идет в комплекте у нас вот такая вот накидочка. Вот с таким действительно большим бортиком. Сама накидка здесь крепится на замочек. То бишь, это нам дает то, что у нас она не будет поддувать нигде. Нет такой возможности. Вот. Все на замочек. По периметру все это зафиксируется. В комплекте у нас идет вот такой матрасик. Не самый толстый, средненький, нормальный матрасик. Дно, кстати, в коляске, в люльке деревянное. И с отверстиями для проветривания. Очень-очень удобненько. А так вот внутреннее пространство можете оценить. Она достаточно большая, глубокая. Такая среднестатистическая стандартная люлька. Больше и не нужно на самом деле. Кому нужно больше, там уже, пожалуйста, к Польше или вот к нашей Лео Бэйби. Там есть для вас предложение. А для среднестатистических детей хватает и этой люльки. Так. Что еще интересного в люльке? Снимается она вот таким образом. Все, сняли. Снизу у нас здесь, видите, есть дуга. Кладем на пол. И она можно покачать. Ребенка. Если просто ставить, то есть ножки, которые можно выдвинуть. Круто? Круто. Почему нет? Так. Убираем люльку. По люльке, в принципе, все. Вот она шасси. И теперь у нас ребеночек подрос. Нам нужно использовать прогулочный блок. Так. Вот, собственно, сам прогулочный блок. Сейчас мы его поставим с вами. Естественно, он реверсивный. И по ходу, и против хода движения. Можно устанавливать. Поставлю его по ходу. Здесь, кстати, сзади есть специальные направляющие, которые у нас регулируют высоту подголовника. И, соответственно, козырька. Сейчас козырек поставлю. Вот так это все легко делается. Главное попасть. Так, здесь попали. Не защелкнул, правда. Сейчас. Все. Козырек. И у нас, соответственно, есть возможность регулировки этого козырька по высоте. И с этим же регулируется и вот этот подголовничек. С козырьком я имею в виду. Так. Что касается самого козырька. Он состоит у нас из раз, два, три, четырех секций. Но передняя секция маленькая. Можно убрать, можно выдвинуть. Средняя, соответственно, если вам не нужен такой большой козырек, вы можете ее убрать. Закрыть эту секцию. И будет у вас вот так выглядеть. Соответственно, что касается спинки регулировочки. Здесь у нас сзади рычажочек. За него тянем и регулируем. Положение у нас крайнее и одно среднее. Насколько помню, 175 градусов. Да, 175 градусов ребенок лежит. И 110 градусов он сидит. Это не 190, но 190 это не очень полезно для ребенка. Так. Что касается материалов, используемых в коляске. Как я уже вначале сказал, это в большей степени такой премиум сегмент. И ткани здесь очень-очень качественные. Претензий вообще нет. Качество у меня к бренду Oyster в принципе. Это очень такая хорошая заявка на качество. По материалам они, да, приятные, тактильные, вообще без вопросов. Здесь материал чуть более грубый, потому что здесь вот ребенок постоянно сидит. И повышенный износ вот в этом месте. И он чуть-чуть более грубее, чем снаружи тот же козырек. Но зато ресурс ткани здесь повыше. Так, что касается безопасности, у нас мягкие накладочки. Причем действительно мягкие накладки на плечевой зоне, на паховой зоне. Пятиточная система ремней. Также у нас есть бампер, обитый эко-кожей с логотипом Oyster. Его можно отодвинуть как калиточку, посадить ребенка. Подножечко регулируемое. Прекрасно. Вы видите, это очень удобно. Так, вот, собственно, что у нас за прогулочный блок. Так, ну и вот, естественно, подножка. Так, теперь давайте перейдем с вами к шасси. Шасси у нас здесь тоже своего рода книжечка. Ручка с возможностью регулировки ее по высоте. И регулировка телескопическая. Это удобно, что когда высокий рост, дальше от коляски становишься, не пинаешь ее ногами. Это очень удобно. Тоже все эко-кожей, строчечка, все красиво, все нарядно. Так, дальше. По шасси. В принципе, по сборке. Сборка очень качественная, нормальная сборочка. Вопросов никаких не вызывает. Если ее всю потягать, подавить, еще что-то поднять, она не брюнчит, не скрипит, ничего. Есть у нас амортизация. Ход достаточно приличный. И сзади, вот вам видно, ход большой. Колеса здесь не надувные. Это очень-очень мягкий, вспененная резина или полиурет. В общем, здесь не камера, не резина. Такой состав прорезиненный, мягкий. На брусчатке, я думаю, греметь не будут. Тормоз, кстати, здесь правильный. Сверху нажали, сверху и отжали. То бишь, ковырять обувью ничего не нужно. Большой багажник. В багажнике, кстати, здесь используются проставки пластиковые, чтобы дно было жесткое. Поэтому без вопросов. Передние колеса, кстати, с возможностью блокировки. Чтобы вы могли, если что, преодолевать неровности. Вот. И, соответственно, давайте теперь с вами разберем, как эта коляска складывается. Это ее такая фишечка. Смотрите. Опускаем вот так. Вот так. И вот так. Соответственно, где вы видели вот такую компактную колясочку, два в одном. И чтобы она в сложном виде, с прогулкой, реверсивной, была вот такой небольшой. Есть варианты, но их очень мало, скажу я вам, на рынке. Так. Теперь давайте посмотрим, может ли эта моделька складываться с установленным блоком против хода движения. Чтобы снять блок, здесь под сидушкой, здесь есть ремешок, за него дергаем. И тогда только у вас блок снимется. Так. Проводим эксперимент. Опускаем. Опускаем. Поднимаем. Ну и, собственно, имеем, что имеем. То же самое. Здорово? Здорово. Все. Блок возвращаем на место. Едем дальше. Так. В принципе, по коляске. Все, что хотел рассказать вам, рассказал. Мне кажется, это достойное предложение на рынке. Учитывая стоимость, напомню, внизу ссылочка на первую коляску. Пройдите, ознакомьтесь. Если зацепила она вас в обзоре, можете смело заказывать. Я думаю, она вас не разочарует, эта модель. Она действительно интересная. Вот. И качеству претензий нет. Она действительно дает все, что нужно родителям. Ну, мне так кажется. Я лично для себя особых таких моментов, чтобы мне не понравилось, я не нашел. Вот. По поводу козырька в люльке я вам уже сказал. Кому-то, может быть, это не понравится в зимнем ребенке. Имейте в виду, в зимнее время года, если будете катать ребенка будете. Вот, собственно, и все. Что хотел рассказать? Рассказал. Было интересно. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Это очень помогает развитию канала. И спасибо первой коляске за предоставленную Остер 3 на обзор. И вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора колясочки для вашего ребеночка. И всего доброго. До свидания. Продолжение следует.